Экспо-музыка Свидетель женских побед над сердцами поэтов, хранитель признаний, воспевающих красоту и шарм владелицы. В отдых одного из отдела музея имени Глинки, музея и квартиры Александра Борисовича Гольденвейзера, хранится старинный рукописный альбом удивительной красоты и огромной исторической и музейной ценности. Альбом богато декорирован, софьяновый переплет, фигурные позолоченные уголки с пирюзовыми вкраплениями, золотой замочек, на верхней крышке альбома три медальона. На застежках два дворянских герба – Голицыных и Апраксиных. Принадлежал он княгине Голицыной, урожденной Апраксиной, и был приобретен Александром Борисовичем Гольденвейзером в начале 20-х годов XX века. Наталья Степановна Голицына родилась в семье генерала Степана Степановича Апраксина, любителей искусств, владельца Большого дома в Москве, в котором генерал содержал свой театр. Дочь получила хорошее по тем временам образование, состояла в штате Фрейлин императрицы. В ее доме бывали поэты, писатели, музыканты. Многие из них оставляли памятные записи в альбоме. Наталья Степановна много путешествовала за границей, и во время этих поездок также заполнялся альбом. Всего в альбоме 237 страниц, и 136 из них исписаны стихами, прозаическими текстами, в основном по-французски, и нотными записями. Свои автографы там оставили французские писатели Теофил Готье и Анаре де Бальзак, профессор Старбоне Абель Вильмен, политические деятели, философ Бенджамин Констант, кардинал Руфо, посол Франции в России Гиом Проспер Брежер де Баран. Сохранил альбом и записи русских писателей и поэтов. Александра Сергеевича Пушкина, Ивана Крылова, Николая Гнедича, Василия Жуковского, Федора Тютчева, Петра Вяземского. В музыкальной части альбома нотные строки и целые страницы принадлежат Перу. Ференс Лист оставил в альбоме коротенькую прелюдию, записав ее размашисто поперек страницы. Огромную работу по расшифровке записей в альбоме провела Елена Ивановна Годленвезер, ученица, верный друг и вторая жена Александра Борисовича. Она сама перевела с французского все тексты и специально для этой работы выучила итальянский язык. Субтитры создавал DimaTorzok